всем всем привет я опять дороге я опять пути ну что едем с вами в гродно меня тут все просит о гродно побольше рассказывать выполняя вашу просьбу ну что я все для своих зрителей и так сегодня микрорайон вишневец красиво очень название да буду рассказывать потихоньку вам о микрорайонах гродно куда лучше переехать где что где как ну и сами будете смотреть своими глазами и дам дальше уже принимать решение микрорайон вишневец расположен в октябрьском районе города изначально микрорайон был назван в честь одноименной деревни расположены здесь же но раньше эти места назывались не слишком благозвучно гнойница такое название расположены здесь населенный пункт получил благодаря небольшой речке которая здесь протекала сейчас в вишневце преимущественно расположены многоэтажные дома застройка была начата в 90-е годы и частного сектора здесь почти уже нет для того чтобы попасть в центр из этого района нужно будет переехать через реку неман поэтому смотрите тут уже кому что в вишневце расположен большой вещевой рынок южный когда-то о торговле на нем кипела но сейчас уже немного все повысилось тихло мир меняется сами знаете поэтому такой сильной движухи здесь уже нет итак друзья мы в микрорайоне с таким красивым названием вишневец мне она очень нравится в этом микрорайоне мы бываем очень часто с алексеем потому что здесь живет старший сын алексея со своей семьей мы приезжаем к нему гости конечно же наши внучки и внук у них трое детей вот ну кто в курсе я вам говорила прошлом году также у них родился мальчишка также как у меня внук разницу них два месяца ну вот ну что смотрите своими глазами что я вам могу сказать каждом микрорайоне естественные школы детские сады поликлиники ну в общем вся доступная инфраструктура для людей все есть ну а так я вам покажу в общем то что увидит камера то что видит мои глаза делать выводы сами вот например самое начало или конец смотря с какой стороны смотреть микрорайона как видите вот у нас напротив мясной маркет жар птица наверное там и продукты и мясо я честно говоря там еще не было ни разу ну а здесь вот такой вот у нас островок есть где и аптека и остров чистоты и остров здоровья и зоомагазин копеечка вон комплекс магазинов которые ну так скажем на каждый день обычно детские сады и школы все там во дворах стоят я уж тут особо вам по дворам конечно по каждому двору пройти не смогу сами понимаете это наверное будет физически невозможно покажу вам только вот центральной улице центральные проспекты но я думаю вы выводы сможете уже сделать справится вам здесь или нет мне вот конечно не очень нравятся вот эти вещи которые я смотрю тоже тут стоят вот одна вот и буквально он старая но это конечно тоже не есть хорошо очень не есть хорошо мне вот это совсем не нравится но к сожалению я лично повлиять на это никак не могу вот вот в этом доме вот который вот так стоит живут наши дети и внуки поэтому я в общем-то отсюда и начинаю свою экскурсию по вишневцу но мы с вами что едем дальше а а а а а а а не школу не садик долго искать не пришлось сниму вам обычный двор на вишнице я думаю что они все похожи вот впереди садик и сейчас зайду за дом увидите школу вот такая современная явно новая школа ну то есть не по советскому проекту построена а уже в новые времена скажем так везде горит свет идут уроки нужно там ближе не пойду я думаю вы все поняли садик школа вот такой микрорайон ну само собой школу тут не одна и садик тоже не один я в ту что ехал по дороге увидела вам сняла а вот это похоже остатки той самой деревне вишневец не знаю видно вам или нет как туда пройти я не поняла честно говоря там частные дома который дала название этому микрорайону а по так тут деревне деревне частные дома огороды все дела и вот он смотрите какая елка красивая ее нужно обязательно нарядить на новый год прям красавица вот так вот вот еще вам один двор по дороге нашла но нашла я зашла просто не вот мусорка но она за забором друзья мои в этом ролике мусорку не удастся наверное показать но смотрите дворы практически все одинаковые детские площадки немного места для автомобилей ничем особо не отличаются от точно таких же дворов сотни городов мира не только белоруссии но и россии и мира ну разве что чистотой тоже он бумажки разные валяются погодка правда у нас такая зимняя я забыла дома шапку поэтому я замерзла но все-таки середина декабря друзья мои что я хочу вот так побежала быстрее поехала в городом пока светло пока не стемнело поснимать вам и уже по дороге думаю а шапку то вот такая на блогерская жизнь что делать что делать ладно что едем дальше машине хоть тепло мне друзья так получилось что вот боюсь что помойка станет финиш этой визитной карточкой нашего канала был дуб раньше ну я я вам остановилась показать вот это красивейшее место конечно это новая постройка совсем не древняя но согласитесь оригинально и красиво начала искать информацию в интернете по этому зданию но друзья мои я ничего не нашла только название костел божьего милосердия все ни дату постройки не какую-то историю этого костела нет ничего никакой информации в интернете странно кто у меня груднице кто что знает об этом костеле пишите в комментариях и и и и и и и и Как видите, еще один продуктовый магазин и прекрасный парк. Так что жители микрорайона Вишневец вполне себе могут погулять по парку. А вот это областной центр транспорта. Нет, что-то я не вижу, что там написано. Сейчас подойду, узнаю. Вижу, что транс. А дальше много-много букв. Областной центр трансфузиологии. Вот, друзья мои. Если вы знаете, что это такое, пишите мне в комментариях. Я не знаю. Транспортизология. Наверное, слава богу, что не знаю. Тоже мусорные баки. Я теперь их везде стала видеть. И вот такой вот парк. Там всякие есть карусели внутри. Но я уж туда не пойду, ребята. Иначе совсем стемнеет. И я не успею вам до конца все снять. Возвращаюсь обратно к машине. И еду, наверное, в самое мое любимое место. В Городное. В общем и в микрорайоне Вишневец в частности. Прошла буквально 2-3 дома от прошлого магазина. Ну вот, видите, костел. Вон там голубенькая. Вот там это магазин Санта. И вот уже следующий универсомалный. То есть магазины, можно сказать, на каждом шагу. А там вон и школа еще одна. Во дворе похоже тоже на ту постройки. Но совсем другая. Бегу, 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 бегу. А то меня все ждут. Пришлось бежать через переход. Здесь же принято пропускать пешеходов. А я тут встала. Но для тех, кто относит себя к православной конфессии. Есть вот такой храм. Ну, конечно, тоже современный. Но ничуть по красоте не уступающий древним, скажем так. Ух ты, какой там интересный крест на нем. Но это, друзья, тема для других роликов и других каналов. Там, кстати, топится печка. Вон, видите, сверху идет дым. Интересно. А вот этот крест. Очень интересен. Сейчас я его увеличу. Только вчера на канале Только в Плюс вышел ролик по поводу таких крестов. Вот это да. Кому интересно, переходите на канал Только в Плюс. Потому что если я на своем канале начну тут вещать об этом, от меня вообще все отпишутся. У меня немного другая аудитория, друзья мои. В общем, кто приверженец правильного устройства мира и того, как все это работает на канал Только в Плюс. К Александру, он минчанин, тоже белорус. Рассказывает очень интересные вещи. Ну, это так. Отступление от нашей прогулки по Гродно. Ну и заканчиваю я рядом с торговым центром Тринити, в котором я уже не раз была и вам все показывала. В котором находится каток. Огромная куча магазинов всевозможных. Строительный гипермаркет, продуктовый гипермаркет. Аналог Икея. Йоск называется. Льюск. До сих пор не знаю, как это все читается. Вот. Спортмастер. Ну, видите, все. Там фудкорт, кинотеатр. Не знаю, что еще вам сказать. В общем, много всего. Там, правда, нет единственного магазина, которым не нужен. Это магазина белорусской косметики. Поэтому за белорусской косметикой приходится ездить в другие места. Ну, а если вы любитель такого вот отдыха, шопинга, кинотеатров, кафешек и так далее, то вам, собственно, в Вишневец. Тут все рядом. Пешочком прогулялись. И вы уже в Трините. А это уже следующие районы Гродно. В которых мы с вами побываем, наверное, потом. Сегодня я уже замерзла. Замерзла. А то и времени особо уже не осталось. Поэтому возвращаюсь домой, друзья мои. Вот такая экскурсия у нас получилась. Маленькая такая экскурсия по микрорайону Вишневец. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, что я могу еще сказать. Про остальные районы буду рассказывать попозже. Когда вы увидите этот ролик уже, я уже, друзья мои, буду в жлобине. Я надеюсь. Потому что сегодня у нас четверг. Ролик выйдет в пятницу. А я в пятницу еду в Магадан. Да. Еду в Магадан. Короче, нет. Я еду в Минск. Практически к дому Лукашенко. Вы этого не слышали? Кому не говорите? Вам покажу все. И на выставку рукоделия. Поэтому кому интересно про Минск, про рукоделие, ну и вообще всяко-разно, подписывайтесь на канал. Всех вас была рада видеть. Ох, чувствую, будет все интересно. Ладно, друзья мои, всем пока, всем до новых встреч. Думаю, в понедельник вы уже увидите видео из Минска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok